Как отметил в интервью президент Республики Мурат Зязиков, участвуя в этой выставке, для нас важно показать Южно-Федеральный округ не как проблемную зону, а как спокойный и инвестиционно-привлекательный регион. Для нас самое главное создать инвестиционную привлекательность. Для этого у нас создана база, имеется нормативная, юридическая база. И очень важно, чтобы Республика Ингушетия, она, как и весь Южно-Федеральный округ, не представлялась как проблемный регион. И сегодня китайские инвесторы, они увидели, что это не соответствует действительности. И сегодня инвестиционный климат в Республике Ингушетия, он есть. Сегодня в Республике Ингушетии есть политическая стабильность, экономический динамизм. И это было подчеркнуто. Сегодня это было подчеркнуто и министром экономики Китая, который тоже очень внимательно просмотрел наши проекты. Сегодня нашим проектом была дана высокая оценка председателям правительства Китая, председателям правительства Российской Федерации. И точно так же мы совсем недавно впервые были представлены на Международном форуме в Сочи, где также была дана оценка. Активное участие в подготовке ингушской экспозиции приняла консалтинговая компания «Макроцвет». По словам Яны Яу, генерального директора, она уже полюбила Ингушетию и очень надеется посетить ее в ближайшее время. Сегодня работа идет и с нашими ингушами, которые живут здесь, с диаспорой. И это очень отрадно, потому что есть люди, которые работают очень долго, и их бизнес он прозрачный, ясный. Мы их потенциал тоже задействуем. Эта работа у нас начата два года назад. И сегодня результат этой работы – это, конечно, те соглашения, которые мы уже подписали. И те соглашения, о которых мы уже сказали, то есть обозначили, есть уже намерение по принятию и подписанию этих соглашений. Самое интересное было, что наши студенты учатся в Пекине. Мы с ними встречались, и они сегодня нам помогали в работе, общении с инвесторами, переводили с китайского на русский, с русского на ингушский. То есть, и, конечно, это было очень приятно, когда есть инвесторы, которые живут здесь на постоянной основе. И я думаю, что они меня очень правильно поняли, что инвестиции надо вкладывать у себя на родине. У себя на родине построить завод, у себя на родине построить школу, детский сад, малые предприятия, чтобы были задействованы их родственники, чтобы этот капитал, их бизнес не крутился где-то там в Азии, Европе или еще где-то, а непосредственно, чтобы все это происходило в республике, откуда они выходцы, откуда они не родом. Иметь отношения с земляками намного приятнее. Вы знаете, для меня это были счастливые минуты. Это такая сложная система.